Моё почтение, друзья! Меня зовут Константин и вы находитесь на канале KM Review. Огромная популярность первых двух фитнес-браслетов от Xiaomi вдохновила компанию развиваться в этом направлении. И в этом году Xiaomi выпустила уже третью версию браслета – Xiaomi Band 3. Я просто не мог обойтись стороной этот гаджет и уже почти неделю являюсь счастливым обладателем. Поэтому могу поделиться с вами небольшим опытом использования. Друзья, поскольку только ленивый не делал обзор на этот гаджет, я не буду подробно рассказывать о его характеристиках и просто расскажу о том, зачем этот девайс нужен и о том, как его можно использовать. Итак, поехали! Начнём, наверное, с внешнего вида, который с времён предыдущей модели сильно преобразился. Он стал более выпуклым и смотрится современней. Многие обозреватели этого девайса говорят о том, что на него невозможно наклеить защитную плёнку. Однако это не так. Уже давно существуют силиконовые плёнки для всех гаджетов с изогнутым экраном. Ну, я пока ничего не клеил и за время использования на экране не появилось ни одной царапины. Что будет дальше, покажет время. Но, вероятнее всего, я думаю, что рано или поздно приобрету плёнку. Я очень часто слышал о том, что некоторые пользователи прошлых поколений браслета со временем теряли капсулу. Капсулу каким-то удивительным образом она выскакивала из ремешка. Mi Band 3 такое исключено. Капсула с трудом вытаскивается из ремешка. И я представить не могу, каким образом она может случайно отсюда вывалиться. Несмотря на то, что вес по сравнению с Mi Band 2 увеличился, тем не менее он не превышает 20 грамм и практически не ощущается на руке. Я думаю, что многим из вас интересен вопрос, зачем вообще я приобрёл этот браслет. Дело в том, что ещё со времён Sony Ericsson Live View я люблю всякие подобные носимые устройства. Конечно, в основном я давал предпочтение смарт-часам, но в ожидании Samsung Galaxy Watch решил попробовать новый умный браслет от Xiaomi. Вы знаете, я нахожусь под впечатлением. Серьёзно подумаю оставить этот девайс в качестве основных смарт-часов, ведь весь базовый функционал здесь присутствует. Во-первых, это, собственно говоря, часы. Смотреть время, конечно, можно с экрана смартфона, но это не всегда удобно, так как он может находиться в сумке или кармане. А часы всегда на запястье, и нет ничего удобнее для просмотра времени, чем наручные часы. К тому же в Xiaomi Mi Band 3 заявлена водозащита 5 атмосфер, и это значит, что у нас нет необходимости снимать браслет, когда мы идём, например, в душ. И я уже несколько раз с ними плавал, и это никак не повлияло на работу устройства. По сравнению с предыдущей моделью, экран Mi Band 3 увеличился до 0,78 дюйма, он стал ярче, и единственная проблема заключается в плохой видимости на ярком солнце. Во-вторых, помимо банального показа текущего времени, смарт-браслет очень удобен для просмотра уведомлений. Всегда можно видеть имя или номер звонящего, и если звонок не очень важен, его всегда можно отклонить прямо с браслета. Также прямо на экране можно читать как обычные смс, так и сообщения социальных сетей и различных мессенджеров. Конечно, большие сообщения читать не очень комфортно, из-за маленькой ширины экрана многие слова переносятся, но в любом случае хорошо, что такая возможность имеется. Меня это очень часто выручает, например, идёшь в магазин, и получаешь от жены сообщение в WhatsApp, где она просит купить какие-нибудь продукты, которых нет у тебя в списке. Лёгкая вибрация на руке, и ты видишь, например, что необходимо, помимо прочего, купить молоко. Также отмечу, что благодаря браслету мы реже разблокируем смартфон, тем самым продлеваем его автономность. Помню, когда в 2011 году появился Sony Ericsson Live View, то производитель его позиционировал как некий пульт дистанционного управления смартфоном. Конечно, тогда это был первый опыт подобных устройств, поэтому там это было реализовано несколько сыро. И даже когда вышел смарт-браслет Xiaomi Mi Band 2, мне очень не хватало сенсорного экрана. Поэтому данная реализация Mi Band 3, на мой взгляд, является одним из самых значимых нововведений. Управление жестами реализовано просто на ура. Прямо с экрана смарт-браслета я могу запустить секундомер, осмотреть прогноз погоды, включить на смартфоне беззвучный режим, а также осуществить поиск смартфона, если вдруг забыл, куда его положил. Также браслет является хорошим будильником. Это гораздо удобнее, чем будильник с сигналом. Вибрация весьма ощутима на руке, просыпаешься в любом случае, хочет этого или нет. И главное, такой будильник не разбудит ваших домочадцев, которые еще спят. Ну и конечно же, следует отметить, что смарт-браслет помогает вести более активный образ жизни. Особенно это полезно людям, которые пытаются сбросить лишний вес или набрать мышечную массу. Не менее важной особенностью браслета является измерение количества пройденных шагов. Браслет показывает наиболее точные результаты, допуская небольшую погрешность. Например, я прошел 50 шагов, а браслет насчитал 56. Я думаю, что это очень хороший результат. Предыдущий браслет Xiaomi Mi Band 2 показывал менее точные результаты и считал шаги, даже когда я ехал в автомобиле. В случае с Mi Band 3 такого чуда я не наблюдал. Также в настройках Mi Fit можно активировать опцию «Не бездельничай». И в этом случае браслет будет напоминать вам об отсутствии активности в течение каждого часа. Думаю, что это очень полезно для деятелей, ведущих сидячий образ жизни. Что касается автономной работы, то за 3 дня он разрядился всего на 11%. Для меня, как бывшего владельца Samsung Gear Frontier, привыкшего заряжать часы каждые 3 дня, такой результат просто поражает. И это учитывая то, что у меня активированы почти все опции. В итоге владельцам Xiaomi Mi Band 3 доступен весь базовый функционал, имеющийся в дорогих смарт-часах, таких как Apple Watch, например. Но в отличие от Apple Watch, приобрести Xiaomi Mi Band 3 может практически любой гражданин. Стоимость браслета составляет менее 2000 рублей. И за эти деньги мы получаем, по сути, сбалансированные смарт-часы начального уровня. Кстати, уже совсем скоро Xiaomi выпустит версию Mi Band 3 с поддержкой NFC. Правда, пока непонятно, будет ли браслет работать с платежными терминалами за пределами Поднебесной. Да и стоить эта версия будет несколько дороже. Поэтому для тех, кто сомневается в покупке Mi Band 3, мой совет – берите. Девайс хорошо работает как с Android, так и с iOS. И я думаю, что вы останетесь довольны. Ссылку на браслет я оставил в описании под этим видео. Рекомендую, воспользоваться купоном. С ним цена будет всего 25 долларов 99 центов. На этом всё. Пишите комментарии, что думаете о Xiaomi Mi Band 3 и других носимых гаджетах. Будьте счастливы, друзья. И не забывайте, всё самое интересное ещё впереди. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok